Правительство Японии утвердило запрет на экспорт люксовых товаров на территорию России с 5 апреля. И в том числе автомобилей. Единственный критерий люксового автомобиля – это цена. Запрет касается машин стоимостью от 6 миллионов йен. Это около 50 тысяч долларов по текущему курсу. Ограничения коснутся новых и поддержанных экземпляров авто, сообщает японское издание Nikkei. Новые санкции сильно усложняют работу японским маркам в России, которые ранее уже лишились возможности завозить автомобили дороже 50 тысяч евро из Европы и вообще все автомобили со своих заводов из США. От американских запретов пострадал, например, едва вышедший на российский рынок Nissan Pathfinder. Теперь же под ограничения попали, собственно, японцы. Например, санкции явно коснутся самых дорогих моделей Subaru. Но главный удар нанесен по Тойоте и Лексусу. В московском офисе компании Toyota Motor отказались комментировать ситуацию. Но очевидно, что поставки большинства Лексусов встанут. Можно предположить, что жертвой санкций станет и Toyota Land Cruiser 300. Впрочем, дефицит этих машин и до сих пор был чувствителен. Интересно, что японский запрет не предусматривает исключений. Помимо России, аналогичные требования распространяются на Белоруссию. В люксовом сегменте ситуация критическая. Майбахи и Бентли, не говоря про Роллс-Ройсы, теперь тоже придется завозить окольными путями. Либо отечественному истеблишменту предстоит за собственные деньги оценить, насколько толковым вышел российский Аурус. Компания уверяет, что уже увидела заметный рост популярности седанов Сенат. При этом Аурус готов выпускать столько машин, сколько потребуется покупателям. Хочется верить, что это так. Ведь мы, побывав на заводе, где делают Аурусы, своими глазами видели надписи Made in Germany на отливках блока цилиндров. И прекрасно знаем, что наша коробка передач КТ почти целиком состоит из импортных комплектующих. В этом нет ничего зазорного. С покупными деталями работает весь мировой автопром. Но сейчас под давлением санкций европейские партнеры могут прекратить поставки необходимых компонентов. А искать антисекционные замены слишком сложно и дорого.